Авиакатастрофа в Ростове, я искал сообщения, вот это последнее, я искал сообщения в каких-то зарубежных и в Евроньюз ждал сообщения. Почему-то ничего об этом не было. То есть такое ощущение, что об этом знали только мы или только нам сообщили. Если произошел теракт в Брюсселе, то есть все вокруг, а почему чартерный рейс из Дубая в Ростов как-то промелькнула эта ситуация и не был объявлен траур, по-моему, даже, да? Не был. Там 30 человек погибло, траур на всю страну, а тут 60, нет траура. Была это катастрофа или нет? Вопрос. Удивительно. Ну, я сам себе задаю его сейчас. Вот. Что касается сбитого Боинга, вообще даже не берусь рассуждать, я не знаю просто. Я не знаю и то, какие поступают противоречивые со всех сторон, я просто от этого абстрагировался и не обсуждаю абсолютно вопросов войны. Для меня все загадка. И война на Востоке загадка. И война в Сирии загадка. Когда я понял, ну ладно, хорошо мы вошли, почему мы вышли тогда, то я спрашиваю сам себя и всех вокруг. Вот. Видимо, мы там уже победили. В Сирии. Что касается Брюсселя, для меня полная неожиданность, потому что для меня, да и во Франции, в Париже тоже теракт, очень большая для меня загадка. Я был настолько уверен, что в Европе настолько отлаженная служба безопасности, госбезопасности, что этого не может там произойти. И вот уже в такой второй теракт, такой наглый, безапелляционный, я просто ошарашен, честное слово. И неужели такие специалисты среди эмигрантов Сирии, которые могут совершить такой сложности подготовку, загадка просто для меня полнейшая. Но я бы посоветовал ребятам в Европе, конечно, то есть подтянуть ряды госбезопасности, спецслужб, если, то есть, они пропускают такие удары. И очень жалко простых людей. Просто от души жалко, которые ни в чем не виноваты. Просто хотят жить спокойно. Дайте им это. Подтяните свои мощи, уважаемые друзья в Евросоюзе.